третий раз вас уже приветствую за сегодняшний день как господь и обещал что будет 7 перемещений но 2 уже было вот дух святой побуждает сейчас записывать это видео открытую трансляцию что сейчас начнется третье перемещение и только я начинаю говорить эти слова я вижу как голубой орел сильно взлетает и меня начинает влечь сила божья прямо за ним наверх я вижу как я лечу над своим городом на святогорском прямо по небу вижу лавру православную прямо под нами и мы начинаем спускаться прямо на эту лавру эрери хаки ах и голубой орел поставляет меня прямо напротив храма махарма и я вижу как навстречу нам не вижу больше вообще людей как навстречу нам идет стремительно очень молодая вижу и очень красивая женщина я вижу как от нее исходит необычный блеск и как вся ее одежда она просто сверкают бриллиантами дорогими камнями это видно некие ха хая она полностью в одежде из дорогих камней она подходит навстречу ко мне улыбается и говорит игр я мать земная господа и шо ту которую люди прозвали богородицы та которой люди поклоняются молятся и совершают много других грехов она меня берет прямо за руку и говорит пошли она меня заводит прямо православный храм святогорская лавра я вижу как храме священники поют псалтырь божьей матери на махамаке хая она мне говорит игорь ты слышишь что они говорят они воспевают мне воды они воспевают мне славу и различного рода хвалу они нашли во мне посредницу но посредника может быть только мой сын сын небесного отца мой земной сын посредника может быть только дух святой и она мне говорит смотри дальше и я вижу как во время ихней хвалы марии я вижу как по храме в храме начинают прямо как оживать многое множество бесов я вижу как они ведут кого-то помогают идти прямо толпа этих бесов расступаются я вижу как они поддерживают очень большого большого демона и мария мне говорит посмотри это демон по имени мать который высвобожден для обольщения многих которому поклоняются и эти православные священники я вижу как фрам заходит много людей и вижу как без отбирают их эти люди я прямо вижу как они вырывают из себя частички души и отдают бесам во время этого поклонения ложного у многих людях я вижу на них кандалы цепи и этот демон по имени мать я вижу как он прямо возвеличивается православном храме и от его величие он прямо не может даже ровно стоять что другие бесы они его которые рангом поменьше они его поддерживают и я вижу как из его пасти из пасти этого демона течет кровь и мария мне говорит это кровь убиенных душ которые так и не склонились перед отцом сыном и духом святым в духе истины и были забраны в тьму вечную мы вышли из храма мария меня взяла за руку я начал с ней стремительно перемещаться на небо мы пролетаем над морем и приземляемся прямо на берегу этого моря я прямо чувствую как свежий бриз он прямо обдувает все мое лицо такая приятная прохлада я вижу как по этому морю идет множество множество людей сияющих они все в белых одеждах и мария мне говорит это те которые не преклонились перед обольщением это те которые будут воевать с демоном по имени мать это те которые противостанут религии в последнее время и не склонятся пред зверем и антихристом и окончательно принесут победу в царство отца и мария мне говорит передай это срочное послание то что ты сейчас будешь слышать от меня всему верующему народу зачем многие из вас обольстились и поют мне оды восхваления целые псалтери складывают гимны и моления предо мной я не слышу вас я нахожусь вечно в царстве отца как умолившаяся его дитя исполнившая свою волю родившая царя славы ешуа и бывшая некоторое время его земной мамой но мой отец никому не говорил чтобы меня прославляли мне молились воздавали мне праздники и сделали все различные жертвы это демон по имени мать обманул многих из вас и мой отец передает вам послание что многие многие будут судимы будут еще воины глады и моры за то что люди в беззаконии своем поклоняются не отцу а бесам которые обманывают их за то что вы поклоняетесь множество святым и воздаете им молитвы берете с их могил землю и песок возносите всякие оды и хваления мне используйте меня как в качестве посредника за это придут времена тяжкие и мой отец будет вас наказывать если вы не смиритесь и не покаетесь и мой отец призывает многих и многих людей говорит мария чтобы вы склонились перед господом ешуа царем славы в духе истине и покаялись в своих мерзостях и различно рода бесовских жертвоприношениях чтобы вы искали только славы его отца сына и духа святого все что есть кроме них все что поклоняется всяким другим богам человеком даже если они свято проводили свою жизнь все это есть ложь и второстепенное значение которое губит многие многие души и мария мне говорит протяни ко мне свои руки я протягиваю к ней руки она говорит сложи их жменью я складываю и она насыпает в мои руки очень большую горсть бриллиантов прямо со своей одеждой и говорит это бриллианты скорби отца за его первенца израиль возьми и подкинь их вверх и от этого пророческого движения они будут рассыпаны по всему израилю и мария говорит первенец будет спасен но через скорбь и передает а другим и каждый кто сейчас ожесточается против израиля будет судим отцом навечно если не покажется аминь что говорить посещение конкретно молитесь и особенно молитесь за тех кто пребывает в религии и вплоть там чуть ли складывается у некоторых не до драк ссор конфликтов когда начинаешь им говорить истину молитесь чтобы бог помиловал ведь идолопоклонство происходит не только православной церкви у кого-то оно происходит и протестантских церквях а у кого-то даже и тех кто не ходит в церковь и молится в общинах у каждого раз степени идолопоклонства складывается по разному и это образ Марии который сейчас я видел в видении это говорит нам всем о том что нам всем надо прийти к покаянию всем чтобы в нашем сердце не было никаких посредников и никаких видов будьте благословенны во имя Исшоа аминь всем пока всем пока все Продолжение следует...